Всем привет, друзья! Меня зовут Леся, и я представляю ваш гид to go. Сегодня мы снимаем видео в кофейне 9 бар. Очень приятно, что они нас пригласили. Спасибо большое! Я расскажу вам про визы. Первое. Что такое виза? Второе. Для чего она нужна? Третье. С какими сложностями вы сможете столкнуться на этапе оформления виз? Итак, начнем. Что такое виза? Виза – это прошение консула о разрешении на объезд в страну. Другими словами, мы просим консула разрешить. Консул уже дальше думает, либо нам разрешить уехать в страну, либо нам отказать. Здесь, ребята, хочу рассказать о том, что существует миф среди заявителей. Как показывает практика, каждый второй заявитель приходит и говорит, мне нужна мульти-виза на 2-3 года. Или, ну я же заплатил, значит, мне должны дать мульти-визу. Нет, такого, друзья, не бывает. Мы подаем пакет документов, и только консул принимает решение, на какой срок вам дать визу. А консул у нас один на всю нашу страну. Итак, мы с вами уже разобрались то, что виза – это разрешение по въезде в страну. Поговорим дальше о том, какие виды виз бывают. На каждую страну… Ну, ты если ты запоминаешься, ничего страшного, то есть мы все это решим. Друзья, не поверите, на каждую страну бывает до 20 видов виз. Это может быть виза моряка, может быть студенческая виза, может быть лечебная, может быть деловая виза, может быть туристическая виза. Таким образом, прежде чем… Недвижимость – это не только для выделения, но и для вас, мне кажется, мы все это скажем... А – это стоит, но все, что вы можете, залезть к крокодилов визу. И вот, я веду вас, я взял вперед к шагу. А – нахождение. И еще каждый, я открыл визу, как вы видели, что разобрались. Итак, продолжим. Какие виды виз бывают? Ребята, вы не поверите, но на каждую страну доходит до 20 видов виз. Таким образом, прежде чем собраться за границу, мы настоятельно рекомендуем вам созвониться со специалистом, озвучить свою цель поездки, чтобы специалист вам порекомендовал, какой тип визы вам делать. Потому что это может быть виза студенческая, виза лечебная, виза религиозная даже, виза моряка, деловая виза, туристическая. И очень важно понимать и знать, например, такие нюансы, если вы едете с друзьями в потрясающий тур по Европе, где вы хотите посетить за 2 месяца, например, 26 стран, и у вас открыта итальянская виза, а вы будете въезжать через Эстонию на машине. Очень важно знать, как поступить в этой ситуации, что с вами сделать. Обязательно звоните нам, мы вас проконсультируем и все вам расскажем. Итак, а касаемо дальше видов виз. Мы уже с вами разобрались, что их бывает очень-очень много видов виз. И также они ограничиваются по срокам. То есть виза может быть на дату поездки, это может быть однократная виза. Дальше виза может доходить до 3 месяцев, до 6 месяцев, до года, до 2, и в крайних случаях до 3. Но бывают случаи, когда визы дают на больший срок. Если мы говорим с вами про визы больше 2 лет, то это уже идет ВНЖ, ПНЖ, гражданство и уже более такие сложные процессы. Поэтому звоните нам, мы всегда вас проконсультируем и расскажем тоже касаемо сроков виз. Если это даже, например, Китай, вы подаете на визу в Китай, то там очень сложно самому разобраться, какую визу им нужно, потому что по Китаю их просто масса. Это может быть однократная виза с въездом на 1 месяц, на 3 месяца, двукратная, на полгода. И, честное слово, там можно просто запутаться с количеством виз. Поэтому прежде чем собраться в поездку, вы всегда позвоните нам, и мы всегда вам посоветуем, как лучше поступить. Итак, еще хотела бы рассказать вам про такой момент, как трудности, с которыми вы можете столкнуться на этапе оформления виз. Ребят, здесь еще расскажу вам про один миф. Очень часто я слышу от заявителей, а я слышал, что Греция дает на 3 года, а я слышал, что Франция дает хорошо. Неправда, не бывает. Давай еще раз взял. Без молотания давай. Что сделать? Без молотания головы. Хорошо. Очень сильно на выдачу виз, на визовый режим в целом, влияет политика. Где-то упал какой-то самолет, произошел теракт, или что-то еще произошло, кто-то с кем-то поругался, США с Россией поругались. Моментально, не поверьте, в течение часа визовый режим поменялся. Поэтому все ваши мифы, какие-то истории, практика ваших друзей о том, что Греция всегда дает на 3 года, не слушайте, это неправда. Узнавайте по факту у специалистов, что на сегодняшний день происходит в стране. Потому что все очень быстро меняется. Например, если Германия в прошлом году открывала мультивизы на год, то в этом году они открывают на дату поездки. И о таких нюансах знаем только мы, потому что мы каждый день с этим сталкиваемся. Что не так? Ты так и хочешь, да, ко мне подняться, просто чаще? Есть там булавка, чем скрепить. Духи, которые прет, да? У меня скрепка есть, что-то там. Скрепка. Нормально чувствуешь? Скотч там, колени. Нормально поступить. Нормально. Облегайся на всякий случай. Тело, как я не видела. Я хочу ее скотчем в руки связать. Моги. Он хочет скотчем в руки связать. Запомните это лицо. Какой здесь? Кадр. Запомните это лицо. Он вас будет скотчем склеивать. БДСМ, да? Какой ты? Так, что-нибудь есть уже? Нет, я не снимал. Тут есть только сбоку. С обоих боков. Но нету спереди. А ты его здесь, как там, что-то снимаешь? Ну, вот отсюда же так. Аниматэк головой, да, он падает. Если она опять не успела раздвигаться, конечно. Да, она еще снимает. Рецепт не успеет. Ты сейчас о чем говорил в руках? То, что там самолет упал. Да, сошел. Он упал сам. Может, я попасть? Ну... Короче, то с ним. Второй день до солнца я уснуть вообще не могу. Просто попасть не могу. Мелаксан. Кого, чувак? Паблетки. Можно мухнуть. Котлеров их на мне тестирует все. Игорь Котлеров друг мой хороший, и он эту вещь на мне что-нибудь тестирует. Это очень... Какой-то... Как сказать, Игорь, он... Я все время, когда его вижу, где-то в клубе мы встречались с фотосовкой Дуя. В клубе? Ну, в клубе, я видел. В ночном? Игорь? Когда приезжал от селфи-мэма. А, ну, понятно. Я очень удивилась, думала, он в клубе ходит. Нет, ну, не в метель, а там стоит. Он ночью сам к себе, он чувствует, если телефончик там был... Он такой, он аутист, он закрытый по натуре. Аутист. Он-то аутист. Ты был приятный, сказал? Да что, аутист. В смысле? Я бы это не знал, не знал, аутист. Нет, это тип личности такой, нормальный. Я тоже не люблю, я терпеть не могу людей. Я ненавижу просто. Вот ты вот здесь рядом стоишь, я тебя хочу убить просто, тварь. А что, Катерина домой поехала? Она тоже, как ты сказала, аутистка, да? Здесь все собрались, собрались. Я еле сдержалась от смеха, когда я увидела здесь, как он там. Мне кажется, у нас материала, как это было до, будет намного больше. Это было в процессе. Меня еще телекану даются, говорят, у меня тут нахрен памяти мало, видите? Женщина не знает, какого прикрепить, помогите, пожалуйста. Женщина, помогите. А, Павел, почему ты сейчас такая энергетика? Ну, я могу сказать. Кажется, я близко к женщине, может быть, расстраиваться. Подискать охота? Отойдите, подискать, потом подойдите. Нет, я спросила, а не призвала. Что-то это потом не очень хорошо. А что, он не подискаться? Середина у нас какие-то... Ну, теперь он не должен платить, проверим, как это на самом деле. Ну, кожу. Ну, что, давайте продолжать? Ну, что, он там, висит на месте? Висит на месте? А я красивый, нормально? Красивый. Ну, волосы можешь поправить так. Ну, на самом деле, они ничего не понимают в этом. Ну, там есть стекло, он может подойти к стекло. Да нельзя, он может двигаться с микрофоном. Ну, сейчас ты можешь по активнее двигаться там. Так. Я, кстати, ходила на тайский бокс. Да. О чем сейчас рассказывать дальше? Ну, то, что там упал самолет, туда-сюда. Упал самолет туда, потом в браках. Туда-сюда. Она же записывает. Она записывает сюда. Блокула тоже пишет. А, у меня место кончилось. Все, я продолжаю. Итак, друзья, переходим к теме, с какими трудностями вы можете столкнуться на этапе оформления вис. На самом деле, трудностей масса. И когда-то вы могли слышать от друзей, от общих знакомых, то, что у них была практика, то, что Германия, например, там дает мультибизи на год, или Греция всем открывает на три года. Не верьте. Этого не бывает. Потому что есть такой определенный момент, как политика. И она очень сильно влияет на визовый режим. То есть, если где-то упал самолет, и где-то произошел теракт. Не поверите, но в течение часа визовый режим моментально поменялся. Даже тот случай, то, что Германия давала мультивизы на год. Помните, может быть, момент, когда жаребрежница со всех сторон Германии закрыла вообще визовый режим. И сейчас они открылись и дают на дату поездки. Иногда, в редких случаях, могут дать на три месяца. И совсем редко это мультивизм на год. То есть, такие случаи происходят каждый день. Каждый день мы следим за новостями. Что происходит в общее визовом режиме. Чтобы вы хорошо отдыхали. Чтобы вы уезжали. Вы выполняли какие-то свои цели по работе, по туризму. И лечебные, свадебные и прочее. Поэтому всегда звоните нам. Мы всегда посоветуем о том, как лучше поступить. В какую страну поехать. И еще. Очень сильно влияет на... Ой. Очень сильно влияет на срок визы. Это еще ручка взялась, да? А где девочка с лапушки или с таким? Так. Леси, настройся. Не смотри на этих веселых ребят. И продолжай делать свое дело. Очень важно, прежде чем вы подаете на визу. Изучить профайл самого заявителя. Потому что от этого всегда зависит. Одобрит вам консул визу. Либо он откажет вам. Либо он одобрит на какой-то короткий срок. Либо он одобрит вам на длинный. Сортнуть визу профайл заявителя. Здесь мы смотрим на целую историю человека, который подается на визу. Как он путешествует. Куда он путешествует. Как он живет здесь. В резидентстве своей страны. Как бы это ни казалось странно. Но ребята, действительно, мы как доктора. Мы смотрим на ваши истории. Мы смотрим, что у вас происходит. Что у вас было. Исходя уже из вашего профайла. Мы советуем вам как поступить. И куда лучше податься. Поэтому трудностей может быть очень много. На этапе получения визы. Можно также допустить какую-то ошибку. Либо собрать неправильный пакет документов. И малейшая ошибка. Даже если вы ошиблись в одном слове. Или в одном сокращении. Или в одной какой-то цифре. Вам может прийти отказ. А что такое отказ? Это всем неприятно. Могут полететь ваши цели. А если вы едете на операцию в Германию. То так же можете потерять деньги. И отпуск. И все тому подобное. Поэтому всегда звоните нам. Мы вас правильно проконсультируем. Как лучше податься. Куда лучше податься. И как сделать правильный пакет документов. Я немножко устала говорить. Отдохни, воды попей. У меня уже начинаются ошибки в тексте. Отдохни, воды попей. Микрофон поправить. Опять микрофон? Отдохни, давай послушаем. Что-то у нас написалось по звуку. Ты стояла вот здесь. Чуть спадаешь из скобка. Нормально. Нормально просто запомнили то, что ты здесь стояла. По плашному боку. Давай снимаемся. Да. Нас просто учили. Когда вы говорите, серьезное надо какое-то делать. Когда вы говорите, что в Турпо-Европе надо веселое делать. Можешь покатать, походи сюда. Я могу тебе сейчас отмечить. То, что было на телефоне. Такая заботушка, спасибо. И мне тоже. Вообще, отмечается зуб вообще. Спасибо. Спасибо. Да, запрошу. Не удалюсь еще. А сейчас уйдем. А можно захотеть? А на ползу, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.